Приветствую коллеги от аналитика валютных рынков и торговой идеи от компании Тикмил и сами я, Артур Идиатумин. Начало нового года у нас не отличилось новизной идей на валютном рынке. У нас преобладают все те же темы, которые руководили динамикой рынка в прошлом месяце, в частности на рождественские праздники. На этой неделе, в понедельник, у нас не произошло каких-либо внезапных движений, внезапной смены тренда, которое могло говорить о том, что некоторые участники рынка начали какую-то реализовывать идею разворота или что-либо подобное. У нас сегодня американский доллар активно прижимает к плинтусу. Видно, что произошло у нас вот такое вот резкое падение с небольшой последующей коррекцией. Доллар терял в моменте у нас половина процента, сейчас у нас потери чуть-чуть уменьшились, доллар пытается отыгрывать свои позиции. Сегодня у нас снижается против основных валют. Видно, что против евро-доллара значительное снижение произошло в паре евро-доллар. Что привлекло также мое внимание, так это снижение доллара против японской иены и против швейцарского франка. То есть у нас как иены, так и швейцарский франк являются защитными активами. И долгое время у нас доллар показывал такую неважную динамику против данных валют, а именно активно обесценивался, активно снижался против валют развивающихся рынков, против валют, которые зависят, которые связаны с экономическим циклом. Там у нас происходило активное снижение доллара. И вот на этой неделе у нас вот такая вот динамика появилась интересная, что говорит о том, что масштабы снижения доллара, они привлекают все больший и больший размер. Я бы выделил две идеи, которые, на мой взгляд, будут руководить дальнейшим снижением доллара. Я думаю, что реализация этих идей, если рыночные участники будут руководствоваться данными идеями, то доллар у нас может пощупать новые минимумы уже в январе, причем именно в первой половине января. Значит, первая макроидея, которая у нас руководит снижением доллара, это то, что никакой из центральных банков не сможет перещеголять ФРС в смягчении кредитных условий, в том, насколько монетарная политика активно двигается во все более и более дешевым деньгам. Напомню, что у нас в декабре состоялось заседание ФРС, и есть вот такой вот интересный график, он называется у нас dotplot. Давайте мы вот его с вами выделим. Называется он dotplot. Что он собой представляет? Это график мнений чиновников ФРС, который формирует монетарную политику относительно того, где будут находиться процентные ставки. Процентные ставки ФРС в следующий год, в год следующий и после следующего и на долгосрок. В данном случае мы видим график, который у нас сформировался в декабре, график мнений. Каждая из данных желтых точек, она представляет мнение отдельного участника ФРС относительно того, где, по его мнению, будет находиться ставка в конкретный год. Мы видим, что в декабре участники ФРС, все участники ФРС посчитали, что в 2021 году у нас процентная ставка будет находиться на текущем уровне. Это уровень 0,0-0,25%. То есть 1,4%. На этом уровне будет, по мнению всех чиновников ФРС, находиться ставка в 2021 году. На 2022 год, что мы видим? Давайте посмотрим. Мы видим, что подавляющее большинство, за исключением одного участника, они все также считают, что процентная ставка будет находиться на нулевом уровне. В 2023 году мы видим уже какой-то разлад, то, что консенсус расходится. У нас три участника считают, что процентная ставка должна будет быть увеличена на 25 базовых пунктов. Кто-то считает, что чуть больше. Есть вот такая у нас белая ворона, которая считает, что ставку нужно приподнять аж до 1,25%. Но у нас также вот консенсус, это большинство, да. Но он также считает, что в 2023 году у нас ставка будет находиться на нуле. Из этого графика можно сделать очень важный вывод. Сейчас консенсус среди чиновников РС, то есть среди представителей РС, которые формируют монетарную политику, среди них есть практически единодушное мнение, что процентная ставка будет у нас оставаться на нуле до, по крайней мере, до 2023 года. Возможно, она будет и в 2023 год оставаться также на нуле, то есть, по сути, у нас три года нулевых процентных ставок в США. Естественно, ни один из других центральных банков не осмелится давать подобные гарантии. Не осмелится давать подобные гарантии, что три года у нас ставка, по сути, будет оставаться на нуле. На мой взгляд, ожидать того, что какой-то из центральных банков последует, например, ФРС, нельзя. Почему? Потому что дно рецессии мы прошли в 2020 году благодаря активным действиям центральных банков, скоординированной их работе с правительствами. И, естественно, сейчас будет движение в сторону какой-то нормализации политики, в сторону увеличения процентных ставок. То есть, центральные банки, вот кроме ФРС, они будут постепенно говорить о том, что они готовятся к увеличению центральных процентных ставок. То есть, это нужно, это очень важный момент, который нужно учесть. Поэтому у нас есть ФРС, да, с одной стороны, один центральный банк. И, с другой стороны, другая группа центральных банков, которые, скорее всего, будут переходить постепенно к нормализации политики. У нас будет появляться вот эта разница между тем, что обещает ФРС, между тем, что делают другие центральные банки. Разница в монетарной политике, да, в том, как долго будут оставаться низкими процентные ставки. И это все будет способствовать тому, что капитал будет перетекать там, где доходность выше, если центральные банки других стран будут двигаться к нормализации политики. У них будет доходность по их активам выше. Поэтому там будет выгодно держаться капитал. Собственно, туда будет движение. Поэтому тренд на обесценение дальнейшего доллара, да, у нас будут оставаться силы за счет дивергенции политики центральных банков. Второй момент, вторая идея, это более краткосрочная идея, которая, на мой взгляд, будет также давить на доллар. Это выборы в Сенат. Я напомню, что они у нас не окончились. То есть, в ноябре у нас были выборы в Сенат. Но по одному штату, по Джорджии, у нас произошла очень интересная ситуация. Там у нас публика, собственно, избиратели не определились, кого они хотят видеть в Сенате демократов, республиканцев. И у нас, получается, есть два места. Два места, за которые будут бороться два кандидата со стороны демократической партии и два кандидата со стороны республиканцев. Текущее распределение мест в Сенате у нас 50 у республиканцев, пока что большинство, и 48 у демократов. Если у нас возникает такая ситуация, где демократы выигрывают два места, одерживают победу, демократический кандидат одерживает победу в Джорджии и выигрывает два места, у нас возникает следующий исход. Он у нас здесь отмечен как вот ничья. Собственно, этот исход, он будет означать, что республиканцы у нас получили 50 мест, демократы получили 50 мест. Но, но, фактически, фактически, это будет означать, что республиканцы не просто утрачивают большинство, но еще и демократы получают контроль над Сенатом. Почему? Потому что в случае ничьи решающее право, право решающего голоса появляется у вице-президента, которым является Камала Харрис. Камала Харрис у нас демократ, поэтому, естественно, она будет вставать на сторону демократов. То есть, если у нас реализуется вот такой вот исход ничья, при котором демократы получают 50 мест, республиканцы получают 50 мест, во-первых, республиканцы утрачивают большинство, во-вторых, демократы фактически получают контроль над Сенатом. У них есть контроль в нижней палате, президент, тоже демократический кандидат Джозефа Байдена, и еще у нас демократы получают контроль над Сенатом. Собственно, мы сейчас видим, что у нас доллар снижается, правильно? Вот в конце декабря, и вот сегодня активные продажи. И можно также заметить, если мы присмотримся, что у нас вот здесь произошла такая конвергенция, будем так считать, рыночных вероятностей. То есть, рынок ставок, да, он у нас, будем так говорить, это некоторое коллективное мнение толпы, и мы можем это считать как некоторый недостоверный, некий такой полезный источник информации, который позволяет нам приблизительно оценить шансы того, что, как каждого из исходов, либо республиканцы у нас удерживают большинство, либо демократы отбирают большинство и еще приобретают контроль над Сенатом. Соответственно, сейчас, на текущий момент, мы видим, что шансы, по мнению рынка, по мнению рынка ставок, в пользу того, что демократы получат контроль над Сенатом, они у нас, по сути, сейчас выросли, даже уже превзошли шансы на то, что республиканцы удерживают большинство. То есть, сейчас у нас постепенно, видите, базовым сценарием становится ничья. Хотя еще в конце декабря, в 2024 мы видим, что у нас шансы тогда составляли 31% против 68%. То есть, у нас вот такое распределение вероятности было. Сейчас мы видим, что шансы уже сравнялись. И я вам напомню, что демократы, они известны своими агрессивными экономическими инициативами, которые, прежде всего, у нас, если мы вспомним, связаны с, а, с наращиванием госдолга, и второй момент, это с перераспределением, да, вот, активным перераспределением доходов. Активное, агрессивное наращивание долга, это означает новый приток государственных облигаций на рынок, новое продолжение государственных облигаций, агрессивный приток. И в любом случае у нас подключается ФРС, который должен был стабилизировать рынок, это рост денежного предложения, это, опять же, у нас, получается, ослабление американского доллара. То есть, вот этот график, да, Senate Control, вы можете зайти также на S-Markets и отслеживать. На мой взгляд, есть четкая взаимосвязь между увеличением вероятности исхода, при котором демократы одерживают победу в Джорджии, получают контроль над Сенатом, да, де-факто получают контроль над Сенатом, есть, есть, определенно есть, как бы, связь у нас вот с этим снижением, активным снижением доллара, которое еще сегодня у нас произошло. Есть определенная эта связь, и если мы дальше будем видеть, что вот здесь у нас вероятность, вероятность этого исхода, да, вероятность, она будет вот это расти, да, то это приведет к тому, что доллар у нас продолжит снижаться. И давайте посмотрим вот с технической картиной, дополним вот эти вот рассуждения о фундаментальных катализаторах, дополним технической картиной. Я вот напомню вам, что у нас на рождественские праздники вроде бы были какие-то попытки доллара укрепиться. Вот здесь он у нас пытался пробиться через верхнюю границу нисходящего канала. Вот здесь, да, был такой явственный пробой, попытка, да, но вот не смог закрепиться доллар у нас выше вот этого канала. Я вам говорю о том, предупреждал, что если у нас произойдет закрепление выше, именно четкое закрепление, где доллар несколько дней будет оставаться выше вот этой линии, да, тогда мы можем говорить о каких-то покупках рассчитывать. Если это не произойдет, если доллар останется в канале, значит канал сохранился, нисходящий канал, и основное, как основная базовая сценария у нас остается продажа доллара. То есть продажа доллара остается в приоритете. На мой взгляд, раз канал удерживается, значит продажи доллара у нас остаются в приоритете. И вот сегодня вот это агрессивное снижение, оно еще раз подчеркивает, что доллар нас остается в канале, что участники рынка с новой силой принялись шортить доллар. И вот этот отскок до уровня 89.54 является хорошей возможностью, чтобы заходить в продажи, чтобы делать ставку на дальнейшее падение. Мы уже, как мы видим, у нас была вот коррекция от уровня 89.50, мы уже ее отыграли, это уже все, пройден этап. 89.50 мы прошли. Вот это снижение вниз после вот этой коррекции, это означает, что путь дальше на снижение, он у нас открыт. Поэтому движение до горизонтального уровня 89.0 является первым шагом. Здесь у нас придет отбой, и потом дальнейшее снижение до второго горизонтального уровня, это 88.75. При этом дальше мы будем ориентироваться на тест нижней границы. Но пока вот перспектива вот такой вот у нас простенький сценарий, незамысловатый. Я вам привел вот две фундаментальные вещи, да, выборы в Сенате, раз, и вторая политика ФРС. Техническая картина, как мы видим, пока держится очень хорошо. У нас здесь происходил отбой, здесь происходил бой, в соответствии вот с нашими рассуждениями, поэтому нет сейчас смысла как-то отходить от этой картины, да, мы ее будем придерживаться, мы будем дальше смотреть, ориентироваться на вот эти вот две мишени. И, на мой взгляд, фундаментальная картина сейчас, она благоволит дальнейшему снижению доллара, как мы сегодня выяснили. Есть у нас очень сильный, краткосрочный драйвер для снижения, это выборы в Сенат. Состоятся они у нас в середине января, тогда у нас станут известные результаты, и, на мой взгляд, продажа доллара вот на этих слухах, что у нас демократы захватят контроль над Сенатом. Это очень хорошая возможность, она будет у нас реализовываться, и рыночные участники прекрасно это понимают, что в случае такого исхода, если демократы у нас захватывают контроль над Сенатом, это агрессивное наращивание долга, это рост денежного предложения. Мы помним прекрасный из баталий в сентябре-декабре по фискальной сделке, какие там предложения выдвигали демократы, более двух триллионов долларов предлагали они пакет, в случае бы, если их приняли, доллар бы снижался намного сильнее, он бы катился вниз, я думаю, как сумасшедший просто, если бы действительно смогли это принять. Поэтому, если у нас реализуется сценарий, где демократы у нас удерживают, удерживают, получается, точнее, забирают большинство в Сенате, то вполне возможно мы увидим новый пакет стимулирования, новый виток заимствования правительства и возможное снижение доллара. И это сейчас, вот это сейчас рынок склонен закладывать, это нужно прекрасно, на мой взгляд, понимать. Вот такая вот ситуация у нас по доллару, обстоит сейчас, являясь я убежденным селером по доллару и, возможно, эти взгляды также, которые я вам привел, доводы точнее, они вас также заинтересуют, поэтому внимательно присматриваемся за этим коррекционным движением доллара, чтобы, возможно, искать точки для входа в короткие позиции. Я думаю, 89.60 будет хорошей возможностью, чтобы заходить в короткие позиции по доллару, стоп при этом ставим на пересечение с верхней границы канала. Это будет разумный стоп. Цели, как я уже озвучил их, это 89.00, 88.75. Продажи актуальны вот в начале, получается, в начале января, вот на вот этих, на вот этом фундаментальном катализаторе, с которыми я с вами поделился. На этом я завершаю свой обзор. Если вам понравилось это видео, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, оставить какие-то вопросы в комментариях. Добро пожаловать в комментарии под видео. Буду рад с вами это обсудить. На этом все. Всего доброго. Торгуйте в проект.